Итак, друзья, всем привет! С вами Павлик, и у нас сегодня в гостях гражданский активист, гражданин Республики Беларусь, Олег Раховский. Дело в том, что вот все знают, что сейчас происходит в Республике Беларусь, какие там события происходят, что там происходит с полицией, вернее, милицией. Милицией, да. Он сбил, он сбил, он убил, он убил человека, он убил человека, он убил человека. Субтитры сделал DimaTorzok Прибежали, блядь, бравые ребята. Пиздят, смотри, пиздят, ногами, ногами, видишь? Развод, блядь. Ногами, я говорю, как хуярит в удобе, блядь. Не бойся, это не тебя. Это ребенок. Это не ребенок. Ай, ай, блядь. Ай, ай! 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 Для многих это было открытие, для многих это до вот этих событий, до того, как все воуче увидели, как там действует милиция, как там избивают людей, как там пытают людей, как там задерживают людей, какие-то вообще бандиты в масках. Их, если бы, можно было бы подумать, что это бандиты в масках, если бы не точное осознание того, что это непосредственно сотрудники правоохранительных органов. Но знающие люди знают, и те, кто живут в Беларуси давно, и те, кто сталкивались с этим, знают, что это началось ни вчера, ни сегодня, и даже не пять лет назад. И вот поэтому мы сегодня решили встретиться с Олегом, чтобы Олег нам поведал его историю, как это произошло с ним, и, собственно, когда это было, как, при каких обстоятельствах. Ну что ж, Олег, давай начнем с того, что, с твоей краткой биографии. Вот кратко, вот какой был твой жизненный путь? К сожалению, уже не сильно молод, с 64-го года рождения, место рождения город Воркута, постоянно проживал в Беларуси. Школа, армия, учеба, все происходило там, поэтому имею полное право, так сказать, рассказывать и отвечать о событиях, освещать события, которые происходят на территории Республики Беларусь. Значит, и, разумеется, вопрос, вот как правильно Павлек сказал, почему раньше у нас, вроде бы, казалось, милиция была белой и пушистой такой, а потом, бах, что-то взяла и поломалась. Так вот, на мой взгляд, на мой взгляд, люди вообще, в данном разрезе, люди делятся на три категории. То есть, непосредственно, сами сотрудники силовых этих ведомств, это не касается милиции, это и КГБ, и другие там, АБВГД, которые процветают у нас буйным цветом. Вторая категория людей, которые люто их ненавидят, и третья категория, которая с ними не сталкивалась. Так вот, люди, которые с ними не сталкивались, они верили в эти сказки о белой и пушистой милиции. На самом деле, во все времена никогда милиция, КГБ, тем более КГБ и другие там президентские команды эти все, никогда не были они ни за народ, ни за наше государство. Это сугубо структуры, созданные для того, чтобы защищать только одну задницу. Задницу в лице Лукашенко, его семейства, его прихлебателей, прикорытников так называемых. Это не касается только сыновей Лукашенко, это касается всех, практически всех сотрудников, которые служат. Я не вижу сейчас никакой разницы между ОМОНовцем и ГАИшником, между ГАИшником и ОБЭПником и прочей, прочей этой всей БВГД, которую они себя называют. Потому что они сегодня показали свое истинное лицо. Но для меня, например, они не сделали никакого открытия, абсолютно. То, что я вижу сейчас на улицах, меня даже не удивляет, абсолютно не вызывает эмоций, кроме одной ненависти и желания благодарить той же монетой. Почему? Давайте вернемся лет на 10 назад, а именно 10-й год, выборы, опять же, фальсификация. Опять же, все кандидаты в президенты арестованы, многие арестованы до закрытия выборных участков. Некоторых забирали прямо из больницы, избитыми неизвестными якобы людьми. И, опять, те же самые светошумовые гранаты, выстрелы все эти, заворачивали в одеяло и прямо со станции скорой помощи уводили в тюрьму КГБ. То есть, я постараюсь сжато не называть имена, даты, почему. Ну, сэкономить время, кому нужно. Потом у Павлика задавайте вопросы, отвечу с огромным удовольствием, либо гугл вам в помощь, все там есть. Значит, только в 2011 году я дважды сидел на Кристино, которая уже стала ими нарицательным. И, к моему огромному, к такому внутреннему сожалению, тот летчик-окрестин, капитан, кажется, который погиб в небе над Минском, его именем сейчас назло нас такое место, которое, скорее всего, станет потом музеем пыток в Беларуси. В 2011 году мне удалось там дважды побывать. После событий выборов Лукашенко и команда взрывают метро в Минске с целью... Ну, целей было, на самом деле, много. Ну, во-первых, сбить накал протестной волны, которая назревала. Во-вторых, экономический коллапс наступал. В-третьих, нужно было оправдать репрессии. И они принимают закон, который разрешает врываться в офис и арестовывать, вплоть до того, что стрелять под людям без санкций прокурора. То есть, опять же, все это есть в интернете поищите. То есть, целей было много, и они себя, в общем-то, оправдали. Потому что народ действительно боялся выходить на улицы, боялся общественных мест и прочее. Но, тем не менее, к началу лета, а точнее, 8 июня, мы создали группу «Революция через социальную сеть». И под таким микролозунгом в 7 часов вечера, в каждую среду в 7 часов вечера, на площадях вашей улицы, мы выходили на площади и просто хлопали в ладоши. Мирно, без оружия, без ничего, молчали. Мы просто молчали. Мы просто молчали и хлопали в ладоши. За аплодисменты белорусскому президенту в Минске были задержаны около 200 человек. Так там отметили День независимости. «Давай, давай, давай!» «Давай, давай!» «Отпозиция устроила уже пятую по счету безмолвную демонстрацию. После речи Александра Лукашенко толпа начала хлопать ему и белорусской милиции. Но вслед за этим и начались задержания. Причем большинство сотрудников правопорядка были в штатском. По мнению милицейского начальства, работа без формы лишает прессу ярких примеров жестокой работы милиции. Некоторые участники акции были уверены в том, что на них нападают бандиты. «Давай, давай!» «Давай, давай!» «Давай, давай!» «Давай, давай!» «Давай, давай!» «По время такции пострадали и журналисты. Телеоператору агентства «Рейтер» неизвестный в штатском выпустил в лицо газ из баллончика. Двум корреспондентам разбили камеры. Милиционеры в штатском даже пытались вломиться в квартиры, на балконах которых аплодировали сочувствующие. И каждую среду, начиная с 8 июня, мы выходили. И с каждым нашим выходом нас становилось больше, больше и больше. То есть люди теряли страх и, наконец-то, как-то начали поднимать голову. 3 июля, это была не среда, но мы, опять же, решили в связи с этим день о освобождении Минска от немецко-фашистских товарищей. Я не оговорился именно товарищей. И мы решили тоже провести эту же акцию молчаливого протеста. Ну, естественно, товарищи из всех этих силовых структур читают тоже интернет, естественно, готовились и начали уже тогда паковать. Они тогда начали уже применять эту тактику, которую мы сейчас видим в Минске и других городах Белоруссии. То есть в гражданской форме, без опознавательных знаков, не представляясь, нарушая все законы о милиции, где он должен подойти, отдать честь, представиться, показать удостоверение и прочее, прочее, прочее. Ничего этого уже не было. Просто бандиты выскакивали из автобусов, опять же же, номерных знаков. Хватали людей и очень грубо забрасывали в автозаки, либо в другие свои транспортные средства, где их уже сдали люди в масках, и там уже избивали дубинками и подрыженными средствами, которые у них там были. А их там очень выбор велик. То есть приковывали наручником к трубе в автозаке, и уже там или берцами, или ногами, или там локтем, там уже кому как повезет. То есть ничего нового я не увидел сегодня в Белоруссии. Это уже было 10 лет назад. В Белоруссии сегодня судят участников акций протеста революция через социальную сеть, которые прошли накануне в разных городах страны. Наиболее крупная из них состоялась в Минске на привокзальной площади. Несмотря на угрозы со стороны властей, люди вышли на улицы выразить свое недовольство, проводимой Александром Лукашенко политикой. Многие пришли с детьми. Сделайся ребенку ладушкой дома. Я не хочу своего будущего ребенка такого, какой предлагает наша власть. На разгон манифестантов были брошены многочисленные отряды, переодетых в штатское сотрудников спецслужб. Я эту страну устроила, а вы пришли на готовое. Если мне будете командовать, тем не стоять. Против манифестантов, единственным оружием которых были ироничные аплодисменты, власти использовали грубую физическую силу и слезоточивый газ. Хватали женщин, пожилых людей и детей, заталкивая их в автобусы без номерных знаков. Не хочу! Не хочу! По данным правозащитников, в Минске и других городах задержаны более 300 человек. Их обвиняют в хулиганстве и участии в несанкционированных мероприятиях. Уверен, что в 2006 году, когда палаточный городок у нас стоял, на площади протестовали, то же самое было. Но я рассказываю о своем опыте, так сказать, общения с этими структурами. Я волей судьбы попадал на привокзальную площадь. Хотя чуть-чуть, дайте мне паузу вперед, я забегу. В 7 часов вечера договорились, но это где-то в 12 часов я проехал по всему проспекту, в автобусе снаружи, потом проехал в метро снизу, наблюдая ситуацию. Ну, как бы выражаясь военным языком, провел рекогностировку, что происходит. Своими глазами я видел, что уже в 12 часов дня приезжали электрички, выходили молодые стриженные крепкие ребята, и возле химфака, корпуса химфака во дворике им раздавали сумки в гражданские люди, все в гражданке им из сумки раздавали радиостанции. Ну, мне четко понятно, как бывшему военному было понятно, что уже подтягиваются силы из районов, и их назначают 3-5 человек, назначают одного милиционера из Минска, который знает улицы, и уже уводили на свои участки, где они якобы будут работать. То есть я уже видел днем, что уже подготовка очень интенсивно ведется силовых структур. Никакой формы, никаких опознавательных знаков на них не было. Ну и с полным сознанием дела, значит, я прибыл к 7 часам вечера на вокзал, как и договаривались с моими товарищами, но где-то буквально в 7-10 я уже был в автозаке. They came, first a handful of demonstrators, then hundreds. But the police were well prepared. The pedestrians have arrived with no slogans, no banners. All they've arrived here doing is clapping, but they're immediately facing arrest. Dozens were dragged away, old and young alive. This woman, a photojournalist, pulled into the back of a police truck. This is how police responded to our filming. The opposition had used social networking sites to call for a day of mass protests, a response to the country's deepening economic crisis. In sharp contrast, this is how the president marked Independence Day. With little expense spared, the parade was planned to show off Belarus at its best. Dressed in military regalia and joined by his young son, Lukashenko had this firm message for those he said were plotting a revolution. The goal of these attacks is to impose uncertainty and turbulence, to destroy public consent, and in the end, to put us on our knees and to bring all the achievements of our independence down to zero. This is not going to happen. But for the opposition, true independence means freedom from Lukashenko's authoritarian leadership. They're determined to stand up to the man they say stands in the way of democracy and progress. The president is a one of the first ones, the one of my brothers, Valeriy Щukin. There are a list of guys, because there was a very honest camera, and we were talking and talked with them. We went and ran out, we ran out, we ran out, we ran out, D. Valero, I remember, was with my son. He was one of our great, famous, правозащитников он сейчас в госпитале находится кстати плохо со здоровьем схватили его 16-летнего внука дед валера уцепился за него руками его там тащили у меня все эти видео есть это все можно показать рассказать все это будет подробно выложено ну и меня забросили в этот автозак несколько ударов я получил там резиновой палкой пристегнули к этой трубе и дальше там просто омоновец который там был довольно молодой знаю до 30 лет но абсолютно лысый не такой как я сейчас он абсолютно лысый то есть я не знаю там какая-то жестокая болезнь нам видно что не стрижен он просто как мячик то есть характерная черта я думаю можно будет его разыскать фамилии этого человечка у меня не осталось но у меня остались многие другие фамилии с нами в этот автозак напихали где-то порядка человек надо под 40 кому повезло на скамеечках сидел кому чуть меньше повезло их вложили на пол и сверху награждали так сказать палкой среди арестантов попалась одна девушка она тут же практически заявила что она беременная хотя и без этого было уже в общем то понятно что она беременная вот этот фантомас лысый радиостанции обращался кому-то начальнику что есть попалась беременная что сделать для своими ушами слышал команду начальника если у него пузо не лезет на нос тут пусть эта стерва сидит там потом после освобождения я сознательно искала информацию о ней я нашел она потеряла ребенка я написал об этом википедии и в общем то легко это проверяем а наберите в поисковике 3 июля минск беременная олег раховский выбежит информация на нее конечно потом очень жестко наехали и она выступила по телевидению как это у нас принято что она не была беременна это якобы было у нее там задержка хотя они убили этого ребенка ну дальше что дальше что дальше октябрьский ровод до середины ночи где-то мы там были кстати а вот здесь интересный момент значит как появляются лжесвидетели в белорусских судах то есть понятно что по закону милиционер который задержал человека он идет оформляет рапорт протокол там протокол обыска но всю эту бюрократию милицейскую там довольно серьезную довольно долго писать у них на это просто физически нету времени ни желания ни ума и эту работу делают уже в райотделе загнали на спортзал и потиху начали вот это все оформлять появляется человек без опознавательных знаков называют фамилию там пупкин буртья ну тебя оценивающие смотрят в чем-то одет рост вес цвет волос глаз там все прочее вот так рождаются лжесвидетели тот человечек который назвал мою фамилию он запомнил меня но я естественно по старой армейской привычки естественно запомнил его и в общем то недолго думаю понял о чем идет уже здесь речь оформили все документы и привезли в цып на окрестина где построили вдоль той стены где мы видели сейчас последние съемки как людей избивают что фашисты что там же людей в общем то и уже начали по одному заводить и оформлять в камеры начну все это естественно сопровождалось бегом-бегом ударами все прочее попал я в камеру с очень замечательными людьми в тот же валера щукин тот же солодки юра там многие другие тут при необходимости могу всех перечислить значит ну и в общем то пять суток я провел там в роде ли пока нас еще не было пока нас еще не обыскивали то у одного парня был фото по телефон с фотоаппаратом и мы там несколько снимков сделали таким образом у меня сохранилось несколько фотографий непосредственно из рая дело до того как нас там облили водой якобы помыли но не буду рассказывать о кристина там много информации есть вот в интернете вот сейчас наверно покажу вставлю в ролик фотографию твою где-то в рубашке в наручниках дарович это вот это и это этот момент да это момент когда у нас еще не изъяли ничего мы сделали несколько снимков парень потом по моему сим-карту вынял у него была жвачка ну это какой-то полу тюремный такой я смотрел с восхищением у него была жвачка жвачку он кому-то отдал сим-карточку он завернул фольгу из жвачки и спрятал ее за щекой таким образом она сохранилась сохранилась информация потому что у тех кого забрали они все полностью удалили все у кого не удалялась или не открывалась была запоролена они просто его разбивали то есть рассказываю у меня просто задают о как это у тебя в тюрьме получилось фотография ну вот так и получилось были просто опытные сидельцы которые знали чуть больше моего и вот эти вот травмы они это последствия непосредственно задержания да вот это вот то что ты в кровище там сидишь да это вот это долг отволок ли в автозак в автозаке потом пока в этом самому в какой-то то ли актовый зал ну какое-то ментовское помещение где там были стулья на нас туда загоняли все это сопровождалось естественно дубинками суди по крови били по лицу а куда попало они они во первых были тоже уставшие потому что целый день махать палка это тоже тяжело это тяжелый труд оказывается вы понимаете поэтому куда попало но задача ж не стояла наша например сопротивляться потому что мы прекрасно понимали как только ты окажешь малейшее сопротивление то административное этого дела тут же будет переформировано в уголовное то есть вместо 5-7 суток ты получишь 5-7 лет поэтому они именно этим и пользуются именно это их защита что они прекрасно знают что мы безоружны перед этой властью закона поэтому законы нам нужно менять если мы видим человека вооруженного без знаков различия по всем нормам мы должны оказывать сопротивление ну это как бы немножко видимо чуть дальше будет ну вот привозят вас на окрестина и вот сейчас мы видели рассказы людей на окрестина что есть там из автозака когда вы не а ну и в суд же возят да сначала нет это переночуешь всю ночь там идет кипит работа не покладая у всех этих омоновцев у всех этих обслуги там у администрации этого цыпа расселить потому что там есть камеры где нар или стоят а есть камеры как сцена сцена называется я просто доски вдоль 1 ну грубо говоря кровать такая длинная метров пять-шесть и вот человек на 6 но у нас по-моему было 27 человек ну как потом вот сейчас практика показывает это далеко еще неполный неполный то есть перевод переворачивались по команде да ну опять же угловой так сказать тут туалет свободно падающего типа и оправлять естественную нужду при наличии чуть ли не 30 человек тоже это скажем ниже среднего удовольствия хотя уже конечно куда деваться насколько я знаю что это международными нормами также признана пыткой абсолютно более того я скажу дело в том что сами камеры они оборудованы еще со времен лаврентия павловича берии по моему павлович это это чудо еще звали в белоруссию в те времена в 30-е такой был цена во его земляк так вот они придумали это изобретение берии что стена она не штукатурена гладко она имеет такие как бы это вот если взять тесто и и прислонить потянуть и она такая вырастает такая острая виде но не знаю как вызвать термин правильный помочь шершавая она не шершавая на сантиметр 35 в длину острые такие но за годы немножко уже по обломались но нельзя не прислониться не написать не и пометку оставить ничего из такого кого-то серьезного материала что она пережила но я не знаю сколько там десятилетий держится новых чтоб у нас так дома строили понимаете как они там умеют строить именно вот эти что ну то есть можно только стоять не прислоняясь потому что долго ты на шипах этих но не йог же я понимаете поэтому да я понимаю чем ты говоришь я тоже все это приходит этих людей кто так сказать не совсем понимает ну что лег да и лежи да мы ночью выбили окно было очень жарко это 3 июля нас повязали четвертого на утро ночь переночевали привезли в суд суд был там пять минут буквально дабы не быть голословным дабы не быть голословным вот у меня протоколы судебного заседания вот постановление вот все документы так сказать оригиналы этих документов синенькими печатями да вот видим о задержании протокол опроса протокол обыска все 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 есть я для чего это говорю для наших родных сотрудников всех этих обвгдек а что я тут читаю ребята это кстати огромнейшее спасибо валерию щукину дай бог ему здоровья чтобы он выбрался это он нас заставил утром написать жалобы в городской суд отправить их и подсказал что согласно постановлению суда здесь четко и конкретно написано что можно протестовать в городском суде в течение пяти суток поэтому как только освободимся сходить домой помыться почиститься побриться и отбежать в тот суд которым мы судились и говорить следующее писать заявление что я хочу протестовать ваше же решение в городском суде они по закону нашему мудрому должны выдать копию ребята вот копия синими печатями они выдавалась не сразу ничего там не выдавалась там это дед валера молодец ему сразу родственники передали такую пачку бумагу и ручек но у него ходок там этих как у собаки блог поэтому он все это знал тем более он великолепно владел коопом этим административным кодексом и прекрасное понимаете поэтому у меня вот здесь все есть вот считаем суд партизанского района города минска в составе председатель еще судьи пыкина н.м. пыкина вам привет ваша подпись ваша дата секретарь гоголушка т.м. гоголушка т.м. тоже вы уже видимо юристом работаете потому что давненько было может быть уже судьей да и читаем дальше что работаем но значит все 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 написано все это замечательно но здесь значит вот мы читаем в зале судебного заседания приглашается свидетель ионов н.в. николай владимирович 7 января 1991 года рождения уроженец города лепеля витебской области гражданин республики беларусь работает младший лейтенант милиции октябрьского рвд проживает город минск улица пирогова 15 николай владимирович вам привет вот здесь считаем дальше а не здесь вот здесь читаем рапорт написан вашей рукой ваша подпись вы уже свидетель а это уже не административно это уголовное наказание до прошло 10 лет я вас помню потому что город лепель это мой родной город я даже вам скажу что вы учились в школе номер один я еще много интересного вас могу рассказать но это чуть чуть ниже будет значит все рапорт лейтенант милиции мурашка замечательно товарищ мурашка да и вас я помню вот гражданин ионов дважды подпись стоит с моих слов записано верно я отказываюсь подписать этот бред ребята ну короче весь пакет документов в оригинале здесь а вот здесь у меня идет этот же пакет документов только переведенный уже на английский язык как он такой ход потом расскажу зачем мне понадобилось это на английском языке а вот расскажи как вообще проходило судебное заседание и вообще что в меня ли то там статья 7 17.1 вроде до 17 1 это 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 по-моему несанкционированные нет нарушение правил проведения что то есть почитать можно да 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 можно почитать вы просто они бред писали любой там понимаете там управлял нужду в неположенном месте однорукий хлопал в ладоши нику не мой у нас бы выкрикивал там против антиправительственные лозунги принятия они пишут бред просто бред севой кобылы в лунную ночь и это вот такие ионовые прочие лейтенанты и сержантики подписывают подписывают не мне о себе приговор подписывать потому что в общем то я буду добиваться дальше я буду добиваться дальше а чего добиваться я вам потом чуть чуть позже расскажу опять же понимаете вот мы пишем вот оригинальчики я писал дед валера нас научил вы давайте в двух экземплярах это оригинальная бумага мною написано на нарах один у меня ушел запрос жалобу на решение суда партизанского района в минске минске городской а это осталось мне и тут у меня снизу вот одна повторная жалоба ну суток много хватает же третья жалоба понимаете вот сидим и пишем эти жалобы но оттуда начинают приходить ответы вот в таких конвертиках приходит ответы где стоят полностью фамилии должности кто полностью нарушает закон товарищи судьи и с вами будем разговаривать все фамилии все подписи все даты стоят таким образом они сами себе вот эти репрессивная машина сама себе как радиоактивный совет оставляют везде если подумают они от мы менты побежали по улицам одели маску на морду побили людей вернулись домой смыли людскую кровь и все смылось в унитаз не ребята след остается вам выдавали оружие это журнал выдачи оружия боеприпасов если ты например там с помповым ружьем по минску бегал то например тот который кинолог он не возьмет помповое ружье он возьмет свою собаку и все везде впишется даже если вы сожгете везде она отмечена ребята вы даже не представляете как легко это будет вас найти это вообще не вопрос а вот скажи ты перечислил вот эти вот фамилии имена там тех людей которые якобы на тебя свидетельствовали даже свидетельствовали ты с ними вообще когда познакомился когда они тебя задерживали нет или нет так и тех которые где вот прямо когда он был зашел в райотдел милиции в этот в комнату где нас всех задержанных закинули назвали фамилию раховский я встаю он подходит ко мне смотрит но тут еще я с этим коле ионовым шутку злую пошутил у меня с юмором все нормально в этой жизни поэтому я понял куда клонит милиция когда мы были в райотделе и я там уже успели перезнакомиться говорю слушайте ребята игру ну в общем то была информация что это лжесвидетели и завтра они нас будут судить давайте немножко с ними пошутим на мне если вы фотографию потом ты прикрепишь у меня была такая рубашка синяя в клеточку а у ребят вот майки друг все прочее и они запоминали по характерным признакам то есть ну ионов подошел на меня посмотрел попросил там что-то расписаться естественно в районе сотрудник милиции вам ничего не обязан я отказался расписываться в каких-то якобы бумагах ну зачем ему образец моей подписи вообще но у меня естественно сканировал но я взял и говорю ребят а давайте поменяемся немножко одежды если он запомнил мою рубашку да я например одену черную майку да мою рубашку оденет другой как не такой лысый как я и вот таким образом мы миксанули внутри так сказать своего помещения майками у меня была рваная даже если мы потом никогда не встретимся в ну-то это не самая большая потеря моей жизни сидели бы на водной камере и восстановили справедливость вернули все на свои места но когда тот же ионов зашел и начинает меня искать у него сбой в схеме происходит он начинает путаться уже в показаниях да у него знаете путается но фамилию называют я естественно встаю заходит зал суд был ну я не знаю но не больше десяти минут это точно и то это с учетом что я начал их путать а что я начал рассказывать и ну естественно мне судья виноват массовые мероприятия все 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 бла 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 стану даже не подымая на меня глаз я как человек обнаглевший стражи гражданин судья разрешите вот свидетелю вопрос задать она была крайне удивлена что я пытаюсь что-то вопрос да пожалуйста а если простой как граблю вопрос товарищ ионов в чем я был одет он глядя на меня и описывают вот в черная майка джинсы уши глаза нос гражданин судья понимаете он врет я сознательно знаю что он будет врать поменялся с рубашкой с соседней соседа морем мы переодели специально чтобы запутать это не приняли во внимание это конечно вытерк но у всех это порадовало улыбнуло всех скажем так а то есть он давал показания что он конкретно на улице вот меня задержали он тут написано что можно зачитать конечно что так можно зачитать какой а вот это мое задержание что тут так свидетель ионов нв суду пояснил что 3 07 в 1935 раховский находился общественном месте по улице бобруйской 4 минске на привокзальной площади громко выражался грубой нецензурной бранью на что ему раховскому было сделано замечание однако тот на замечание не реагировал после чего был задержан доставлен в октябрьский мною в октябрьские роды ну естественно я матом там не ругался у меня есть видео этих моего задержания фото а видео где слышно что вязали всех и подряд на остановке кто там если мат и было был был мат но это был сугубо ментовский мат или гбшный там там все они были крысы эти поэтому естественно мне да он даже здесь пишешь он не представлялся а вот до закона милиции должен подойти представиться как-то объяснить что вы выражаетесь матом это не культурно бла-бла-бла но это естественно не было поэтому бред севой кобыл они просто стандартные они вставляют формулировку то есть эту фамилию вставляют и выдают готовы уже решение стандартная практика россии практически однозначно и причем уже в постановлении наверняка уже и срок стоит потому что она специально раскидывали праздникам кому там 5 кому 7 по кому 3 утро и суток для чего чтобы одновременно не вышли все в один день чтобы опять не скучка вались опять не провели не санкционировали митинг почему ну уже заражены этой заразы лет митинги проводить понятия кстати на тут когда валеру деда валеру вы пускали вообще в уазик посадили замен с куда-то вывезли то есть вообще было такое куда увезли не убивать не повезли но откуда мы знаем потому что они все грозились все у вас сук везем в лес и там вас и там и закопаем а вот как и как угрожали ну тогда тогда просто был сплошной мат давайте я может расскажу о последнем больше задержания потому что на мой взгляд она более характерно именно к событиям которые сейчас минске проходит вот одну ремаришку вот слушал рассказы людей сокрестина и вот правда ли что когда выводят из автозака вот сюда привозят допустим и все там кому 5 суток кому 10 там кому 7 вот и проводят через коридора там стоит омоновцы бьют дубинками ну коридор они делают вот там дворик такой наверно метров 5-6 высотой забор белый с колючая провока сверху и вот они во дворике устраивает коридор вот этот и когда с автозака гонят чтобы бегом бегом забегали потому что коридор в самом цепи он как бы там ну там сложного там не очень много места и нас когда загнали они сложно сказать там 30-40 человек никто не считал заставили повернуться мордой к стенке опять же дед валера сказал что к врагам спиной не поворачивайся стоял единственный лицом к ним ну они его уже настолько там знали что они его не трогали ну как минимум при мне как минимум при мне там в коридорах потому что там по камерам раскидывали в камерах уже когда загоняли там отдельные стояли то есть ну все сопровождается свистом палок да и на второй и третий этаж там она многоэтажные тоже на площадках стояли с палками везде гнали 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 то есть там пятая камера за там там погнали толпу то это и всех за продукт повезет не повезет попадет не попадет там по голове по ногам мы там это уже дело такое но я скажу уровень вот начале вот июля уровень ненависти был ниже чуть чуть ниже тогда у них еще что-то что-то еще срабатывала что-то еще срабатывала то есть не было вот этого звериного какого-то выражения то что сейчас вижу минске но это было июнь а вот октябрьское задержание уже ничем не отличалось то что сейчас при это было 3 июня июля день 2011 год 11 11 это был октябрь а это в октябре до что значит ну потиху значит накал страстей спал наверное последняя акция была где-то в августе ну я тоже выходил но мне удалось избежать задержания скажем так последние были в августе и сентябрь уже акция не проводилась но мы контактировать оставлялись оставались естественно на связи и позвонил сергей казаков сергей казаков есть у меня его фотографиям сергей казаков политзаключенный его арестовали еще в декабре далее трое три года но к лету его выпустили было якобы там амнистия выпустили от сергей казаков вышел ко мне на связь и говорит что андрей санников такого парня красивого я думаю вы помните на что наши андрей санников бондаренко никляев многие многие тот же дрос находится многие в тюрьмах и что-то надо предпринимать чтобы их оттуда выпустили потому что сидят они абсолютно не за что и это уже даже не окрестина ту же тюрьмы там существуют ну такие понятия как пресс-хата и зверство самой администрации то есть не буду вам рассказывать что это такое там где ломают людей на там где ломают людей и когда тебе дали 357 лет то это не значит что ты досидишь до конца если нужно сломать все в течение там пару месяцев полугода это всегда произойдет каким бы ты там железным феликсом не был не с этой системой бороться эти люди сидели как раз вот после выборов это это кандидаты в президенты и члены их команды они полностью находились уже суд уже решение им выдали там от трех до пяти линок разным людям по-разному и они сидели вот мы он позвонил что олег так и так надо выходить на как проводить какие-то акции чтобы добиваться их освобождения ну или как минимум привлечь внимание общественности поднять международное мнение то есть ну что то делать хоть что то делать но как вам объяснить сейчас когда выходит сотни тысяч на улицу и когда мы идем все громадой громадой по площадям то номеру и смерть красна а вот выйти четвером это другие чувства было мы договорились чуть больше чем четверо не буду так создать военные тайны выдавать но на место встречи пришли только четыром несколько человек по той или иной причине не дошли значит акция договорились проводить на октябрьской площади города минска на площадь напротив резиденции вечного президента она уже на подходе была полностью оцеплена людей людьми в гражданске где нигде только там парочку в форме было это они не подходили к нам но так как мы это широко освещали эту акцию в интернете там уже собрались достаточное количество журналистов благодаря им у меня остались данные фото видео в прессе опять же и огромное количество не знаю их не считал 50 плюс там людей штатском просто в гражданке просто люди в черном мы приготовили с собой плакаты я конкретно дмитрия бондаренко держал плакат там санникова и прочее и в общем то мы эту акцию провели но не знаю не больше 10 минут у нас хватило это только благодаря тому что там были журналисты непосредственно руководил за держанием полковник не все фига кажется владимирович на тот момент полковник сейчас он уже генерала плюс получил на некоторых интернет порталах появляется информация о призывах проведения несанкционированных акций мероприятий поэтому я как начальник милиции общественной безопасности хочу заметить что те активные участники которые призывают и будут там участвовать будут подвержены административной ответственности а в исключительных случаях где есть грубо нарушающие действия общественный порядок к уголовной ответственности также хотел бы сказать что все массовые мероприятия должны проводиться у нас строгом соответствии законам республики беларусь должна заранее подаваться заявка в мингорысполком и по ее разрешению тогда можно проводить данные акции также милиция города минска нацелена на пресечение данных акций и готова выполнить свои должностные обязанности у нас в городе минске установлены места где разрешено по решению мингорысполкома проводить массовые мероприятия и есть те места в том числе это октябрьская площадь площадь победы площадь независимости где массовое мероприятие нельзя проводить все нарушения хотел бы отметить нами документируется идет видео аудиозапись и потом является доказательной базой при рассмотрении этих административных правонарушений или как я еще пояснил если эти действия являются уголовно наказуемым деянием административные предусмотренные меры если административная ответственность то это ощутимый штраф свыше миллиона рублей или административный арест до 15 суток если уголовная ответственность по лишения свободы до трех лет то есть акция ваша выражалась том что вы хотели выразить свое мнение встали с четвером с плакатами свободу политзаключенных свободу политзаключенных то есть никто там не сжигал коктейли молотова там не не кричал там убивайте омоновцы более того я скажу я не я все мы прекрасно понимали что с этой акции мы не вернемся мы прекрасно понимали что в лучшем случае это в лучшем случае если нам сильно повезет то мы попадем на окрестина реально мы готовились тому что мы пойдем попадем в американку американка это тюрьма кгб естественно я жену немножко пожалел не сказал куда я иду но ничего у меня в карманах не было ни удостоверения ни денег ни ключей вообще пустой как барабан то что прекрасно понимал что ведь с голым животом на пулемет и шансов никаких и там не оружие не каких-то призывов к насилию ничего не просто был призыв освободить политзаключенных и мы шли общаться с прессой нам сказали что там будут журналисты и просто выступить перед прессой что мы требуем освободить политзаключенных которые сидят просто потому что он написал заявление в кандидаты президенты только одно желание что андрей санников пожелал стать кандидатом президента это было достаточно чтобы ему дали пять лет тюрьмы вот все наши требования было они нас довольно быстро высчитали еще до подхода к журналистам я обратил внимание что уже со всех концов площади начинают бежать к нам люди в гражданской форме одежды без опознавательных знаков ну прекрасно понимали что происходит у нас не было наивности что посочимся незаметно по площади нас никто не заметит там вообще никого не было кроме так называемых спецслужб и журналисты которые в общем-то стояли ждали что может кто-то появится и сделать какое-то заявление были или объявления там все прочее мы не успели дойти до журналистов там смотрим что нас уже сжимают плотным кольцом и решили хоть успеть хоть что-то сделать ну достали свои плакаты с портретами начали скандировать свободу политзаключенным подошел замначальника увд фамилию его не помню начал требовать прекратить несанкционированное мероприятие мы естественно попросили его представиться как положено показать удостоверение он что-то там буркнул про себя и махнул рукой этим сам чтобы они тут начали вырывать у нас плакаты но пока ты бумажные что вырвать из рук ты много ума не надо вырвали но каким-то сразу первого утянули олега роговского в этот автобус потом схватили несколько человек александра солдатенко и затащили в подземный переход метро и там как потом я у саша спросил в четыре человека его там дубинками неси или уже но то что мы сейчас видим миссис люди в гражданке люди полностью в гражданке но дубинки при себе причем они ждали уже в метро потому что тащили двое там внизу еще был то есть ну площадь были все перекрыто там много ума то не надо то есть они прекрасно понимали это в нескольких кварталах от здания кгб ту министерство мвд то есть ну пешком именно они прогулялись пешком то есть там даже ехать никуда не надо все то же самое в гражданке никто не представляет все прочее было нам дано где-то знаю где-то около минуты пока там они опешили мы успели там подошел полковник на тот момент игорь евсеев и тоже как обычно не представляешь ну как он стал я там полковник евсеев ну мало ли в гражданке ходит полковником во первых удостоверение должно быть во вторых как-то объяснено но он дал только одну команду машинку сюда подгоняйте ну журналисты успели нам задать несколько вопросов что собственно происходит мы как могли успели там в какие-то секунды выразить свое возмущение проведенной политикой лукашенко по поводу ареста невинных людей и собственно тут налетели эти гамадрилы скрутили нас и забросили в машину вот в машине в фольксвагене синего цвета уже вдали от глаз людских от журналистов там уже начался конкретно прессинг вас увезли да довольно быстро но сначала избили там на площади ну в машине имеется ввиду так как я попал вторым после олега я второе за мной же казакова сергея то так получилось что за ним запрыгнул омоновец и сразу повалил на пол и начал в таких жестких перчатках с этих со вставками наносить ему удары в голову прямо там же в автобусе ну естественно он там я не помню сколько ему лет там где-то плюс-минус 25 было естественно такого я не смог сдержаться и нанес несколько ударов в лицо этому омоновцу как потом выяснилось целый капитан оказался и мне было чертовски приятно увидеть его на завтра на утро в суде со слегка развальцованными губенками но у него было время отыграться на мне то есть вас какие-то вот сейчас вот я вставлю ролик вот это да там где твоя замечательная голова уже со скинутой шапкой как я понимаю ну разуме к этой вас собственно вот какие-то люди в гражданке закидывают в автобусы без номеров да да свободу 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 свобода Свободу! 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 Принц Англии Я вам представился, мне знаю Откуда я тебя знаю? Одень форму, представьте, как положено документы Оденьте форму Вы нагрели Потеряли совесть Законность Не стыдно Позор, дела русского народа, а не полковники все Почему вы без формы, скажите? Почему Конституцию нарушаете? Я нарушаю Нам рассказывают про законы Какого-то человека, который называет себя президентом Это не мои законы, я ничего не нарушаю Я в своей стране И где я хочу, там я собираюсь Если я хочу это сделать Я хочу высказать свою позицию, высказать свое мнение И если я хочу, я приду и сделаю Я требую освобождения находящихся политзаключенных Они до сих пор в тюрьме Они сидят ни за что За правду! Назовите их Андрей Санников, Дмитрий Бонгаренко, Николай Саткевич, Дашкевич Свободу им! Свободу! 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 Все Я обращаюсь к вам, люди Есть муки вечные, а есть временные Я хочу только вашего спасения И всем спасения Больше ничего Давай ее забирать Груздиловский что, камера новая? Я не Груздиловский И собственно там уже Бьют и увозят Куда в лес? Там в яму? Там я не знаю В пыточную камеру Не так четко Я прекрасно помню Значит Как потом На мое удивление Именно этот человек Составлял на меня аэропорта И именно он Был моим свидетелем Вот здесь я могу смело сказать Он свидетелем был Почему он? Он уже Ну правда как Он меня задерживал Но в суде он лгал Поэтому Свидетель Лжесвидетель Если например в первом случае Ионов Даже рядом со мной не стоял То этот да Этот меня задерживал И на мое удивление Вот постановление суда у меня в руках Они здесь Судья Центрального района города Минска Эйсман В.А. Пресекретарь Секретарь Корнеевой Е.В. И адвокат Адвокат Казак Л.С. Значит проводили Так сказать это Заседание И тут они на мое удивление Дикое удивление Действительно писали правду То есть в 19.10 Находясь на Октябрьской площади города Минска Держал фотографии Дмитрия Бондаренко И при этом выкрикивал Свободу политзаключенным Лукашистам как-то это не традиционно Они от политики уходят Они там не санкционированные Там еще что-то Ну выдумывают Ругался матом Размахивал руками Приставал к людям Мочился в неположенном месте А тут он пишет Свободу политзаключенным То есть на этот раз не писал на площади Ну как-то вот получилось Что да Понимаете И ну тут К нему Подошли Сотрудники милиции И задержали его Заранее Не предупреждая Это я говорил Вина моя доказана Подтверждена Показаниями Свидетеля Сера Ватко А.Л. А это кто? Это второй Так сказать Омоновец В автомобиле И этот Меленец ЮЕ Юрий Юрий Как-то так его туда Значит Ну как Обычно Помятая Деда Валеру Я утром То есть после освобождения Иду и беру вот эту папочку Вот у меня так и подписана она И здесь Протокол опроса С подписями С красотой Со всей Со званиями С должностями И вот мы читаем Протокол опроса Свидетеля Вот протокол опроса Свидетеля И здесь Замечательно Мне просто душа радуется Фио Меленец Юрий Евгеньевич Дата и место рождения 8.01.68 Город Минск Место жительства Минск Улица Героев 120 дивизии 42 Место работы И должность ПМСН ГУВД Замкомандира роты Удостоверение личности МН1 Номер 18 414 Ребята Ну куда вы хотите скрыться Я прекрасно понимаю Что вы видимо уже предпенсионный возраст Либо на пенсию Но мне интересно будет вам вопросы все равно задать И здесь полностью полностью все это он расписывает Как он мирно подошел И мирно меня предупредил Что нельзя это самое пикетирование проводить И мирно меня задержал Но Там были Журналисты С радио С радио Свобода И это очень приятно Точно такой же У меня Протокол опроса От Сыроватка Александра Леонидовича 77 Года рождения Город Минск Улица 120 дивизии 42 Ну это ОМОНовский Этот у них Такой корявый почерк Ребята учиться вам надо писать МВД Командир отделения Удостоверение МН1 17747 И вот тот же бред севой кобылы Он пишет Что он мирно подошел К мирно стоящему Олегу Николаевичу ко мне И мирно предложил Типа Перестать Так сказать Проводить эти митинги После этого Вот наши фотографии Как нас задержали Но это фотографии из КГБ Потому что здесь печати КГБ стоит И вот стрелочка Раховская Все были подписаны Чтобы знали Кто кого задерживал Чего перепутали Чтобы не перепутать И тут печати они наставили Чтобы мы там Я не знаю кто там что должен Напротив у нас На каждом на лбу стоит Печать какая-то КГБ Я не понимаю В бюрократии Что они имели в виду Но все это Вот так Четко и конкретно расписано Но После этого Как нас задержали Нас повезли В республиканский Клиническая Наркологический Диспансер И нас там Начали проверять На содержание алкоголя Наркоты Какой-то еще Брали какие-то анализы Но это очень унизительная Я скажу Процедура Но в связи с тем Что у меня слегка было Разбито лицо Я попросил Врача Оказать мне первую помощь Ну дабы остановить Кровотечение износа Ну и посмотреть Не у меня Других Травм Потому что Болело практически все Ребра Спина Ягодицы Ноги Но Значит Сейчас Одну секундочку Одну секундочку Найду А вот Врач отделения ЭАО Я не знаю что это такое Сахончик Саханчик ЮИ Это женщина Саханчик Мужественно мне отказала в первой помощи Ребята Фамилия Имя Отчество Должисть стоит То есть врач Отказал мне в первой помощи Остановить кровотечение И конечно все не зафиксировано Что у тебя там травмы Там Не 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 Тут только она дала заключение Только о том Что Отсутствует Алкогольное опьянение То есть их интересовало Пьяные или нет А с Романой у меня Ребра и ноги или нет Это их не интересовало То есть Лукашенко Как говорил Алкоголики Да алкоголики Наркоман Вот они вот это проводили Если бы я не знаю там Выпил пиво или там Не дай Бог Курнул все Тут бы Рапорт бы Ого Споймали нарконов Наркомана понимаете И вот у меня все вот эти оригиналы Ребята с вашими подписями Вот Протокол личного обыска Тоже стоит Лейтенант Левашка Замечательно ребята Значит После Вот этого Унизительной процедуры Медицинского Не знаю Осмотра Или освидетельствования Там Нас опять же повезли В Центральный РУВД В Центральный РУВД В Центральный РУВД В Центральный РУВД К сожалению Здесь он не указал Свою должность и звание Предполагаю Что это какой-то был дежурный Шкадун АВ Это РУВД Центрального района города Минска Значит Нас поместили там обезьянник И по одному выдергивали В коридоры И там продолжали нас избивать Почему Потому что в самой обезьянник Территория очень маленькая Там негде развернуться Там ну просто негде развернуться Мы Попросили стакан воды Попить просто Элементарно ну знаете Столько эмоций Столько событий Нос тот же весь Сам в крови Ну дайте воды попить то Чего такими сволочами то быть Тем более что От Центрального РУВД У меня дом Ну не знаю В 50 метрах То есть С видом на свое Родное Жилище Значит Вот этот Шкадун АВ Так сказать Продолжим наши Приключения Именно уже на территории Центрального РУВД Но кроме этого Там еще были люди В черном Кто они такие Судя по поведению И так как перед ними Прогибались и менты Я так предполагаю Что это КГБ было Человека 4 В черном Они руководили всем процессом Они были Они совершенно По другому себя вели Совершенно по другому Были одеты В гражданке И чувствовалось там Знаете превосходство Может что то президентская Какая то шуша Но они были Королями Они были там Правили балом полностью Ставили Поставили Лицом к стенке И Они давали ОМОНовцам Команду так Этого 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 Ну ОМОНовец подходил И просто С разбегу палкой по плечам бил Одного Уводили Оформлять Вот эти документы Обыска там Осмотра Свидетельствам там Все это Бюрократию И Где то к середине ночи Где то под утро Ближе Нас уже повезли Опять на Окрестина И вот Самое интересное Уже началось Мы думали Что уже там Ну пережили центральную РУВД Окрестина Тем более имея опыт Так сказать летний Я думал что там Ну просто привезут По камерам кинут И уже как то начнем Зализывать раны Но Я погорячился Это было только прелюдия Потому что Меленец Он же капитан по моему Капитан Меленец Он говорил им Хотя могу ошибиться Которому я Разбил губенки То в принципе Он Указал на меня пальцем И за меня уже взяли серьезно А именно Я был самый старший по возрасту И они Они Логически предположили Что я Предводитель Этой банды И Значит я Должен что то Знать Хотя мы были Там одинаково Как бы так Все созвонились По интернету Перезвонились Идем идем Все То есть никакого я превосходства Ни по каким то данным Ни по каким то званым Нет Но им же нужно было Что то выяснить И когда привезли На Окрестина То уже Да Летом Нас было много А тут уже Нас было всего лишь четверо Четверо Против всей Этой системы И Когда Нас построились В том же коридоре Уводили в дежурку Туда оформить Приемы Там Опять Обыск Три-четыре раза Обыскивали Практически На каждом этапе Вот Где медицинское Свидетельство Бродили Предпосадкой В машину Потом В самом цепе И когда уводили То взяли за меня серьезно Значит Я лично стоял Спиной К дежурной части Ну там Полтора метра Тем более Большое окно Стекло И практически все слышно Что то внутри происходит И я сам лично Слышал Что Когда они разговаривали С кем то по телефону То Что с ними делать То есть Кто то Один из сотрудников Спрашивает Так что с ними делать Он говорит Что бы они не ходили на площадь И ему дали команду Что бы они вообще не ходили То есть Что бы за нас взяли настолько серьезно Что бы мы вообще не ходили И И Так как я был самый старший И Товарищ Меленец Лично на меня показал Пальцем То в общем то С меня и начали Там Когда заходишь сразу Прямо Первая камера Ну меня туда И потянули Четыре человека Двое держало за руки Растянули Так сказать Где то полметра от стены Двое по очереди С разбегу Били Под колено Коленом Бьешься Об эту стенку О которой я выше рассказывал Ну и головой В стенку Падаешь Поднимают Следующая нога Следующую разбегу Опять поднимают Я не в состоянии был считать Сколько раз это Было И когда я уже не поднимался Меня просто физически Поднимали за плечи И еще раз Так сказать Повторяли эту процедуру Они Остановились только после того Как они устали Когда они уже просто Устали бегать И бить И они меня бросили там И я в общем то В этой первой камере и остался Ну естественно Болело все что могло болеть И голова много раз Об стенку ударился И ноги И спина И дубинки Там где прошлись То есть в общем то Шевелиться было практически невозможно Поэтому С трудом я там Чтобы как то Ноги опухли Колени опухли Они настолько были горячи И Невозможно было дотронуться Что В принципе Ну Я не знал что я могу себе помочь Как то в углу был такой Седалищный унитаз Ну на которых Корточками Только на корточках Можно присесть Я там Каким то Чудом дополз до него Оторвал Небольшой кусок подкладки От куртки Потому что у меня такая Кужаная куртка была Я не мог ее оторвать Только подкладку Там с трудом нашел дырку Оторвал там И мочил в унитазе В воду И как то прикладывал к коленям Чтобы Немножко температуру сбить И боль Как то понизить Ну Таким образом Я провел первую ночь А на второй День Где то в районе обеда Нас повезли В суд Ну Зашли Подняли Подвели К К Раковине Там она не работала Постоянно вода капала Что чертовски Давила на мозги Постоянно капающая Вот эта вода И заставили смыть кровь С лица Облили водой голову И в общем то Затянули в автобус И повезли в суд Центрального района Города Минска Где Судья Эйсман В.А. При секторе Корнеевой Козак так сказать Провели Заседание Признали меня виновным Где дали показания Сыроватка Там же я увидел Вот этого Своего замечательного я его не могу представить его понимаете поэтому скорее всего в протокол вписан но никто там встать сеть фамилия имя отчества вы признаетесь виновным были на площади был признаетесь нет не признаю кричал свободу подключенным кричал свободу политзаключенным все свободен следующий а вот этот милинец с разбитыми губами он за разбитые губы вот это же как-то можно было считать ну как-то принесло не знаю по ним может у него совесть какая-то там не знаю я не могу это комментировать я знаю что в рай деле он на меня показывал пальцем возможно что-то там было какие-то подковерные закулисные игры какие-то были я не могу это комитет я не знаю теоретически мне могли полностью влепить за сопротивление там властям но властей там не было он не представлялся формы на нем не было на машине не было никакого обозначения знака я не мог он же этот милинец просто орал всю дорогу но не он или сыроватка этот везем вас в лес молод ну мат 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 я заменяю слова чтобы передаю сумму сведем в лес но закопаем где всех ваши жены и матери и дети будут изнасилованы вы больше этот свет не увидите ну это краткое содержание так сказать коррёва который там проводился пока мы ехали на свидетельственные пока в центральный роводел пока там на этот самый то есть мы ревели что нас и ведут конкретно убивать то есть ну так оно не так какие у нас бы шансы возмущаться или там удивляться ну скорее всего просто нас спасло то что там были журналисты и нас снимали и если мы просто пропали то в общем то было понятно куда нас везти но если бы например не было журналистов все могло произойти ну да наверно шел и не вернулся ну да да как сейчас ребят находит в лесу на реке утоп там повесился весь избитый поэтому сколько дали то вдруг ну давали то относительно немного за последние дали мне семь суток поэтому но это могло быть и семь лет поэтому тут мы шли и абсолютно вы знали что мы не вернемся но уж чем это закончится мы вообще нет не понимали и еще раз повторюсь когда выходишь там тысяча сотни тысяч понимаете совсем другой а вот когда 4 и ты знаешь обратной дороге нет это совсем другие другие эмоции другой адреналин у тебя но почему я это решил сейчас рассказать и раньше то в общем то не сильно это скрывал кому надо ну я думаю сейчас пришло время чтобы задать вопрос всем этим милинцам все этим сыроватка и другим участникам данного мероприятия хотя они все покрыты позором все от какой бы должности они не были то что кроме вот этих папок и вот этого замечательного еще кейсика которые у меня еще есть почему такой просто потому что все протоколы все документы я как говорил выше перевожу перевел уже на английский язык и я думаю что вы будете в списках садистов республики беларусь со всеми вытекающими последствиями но кроме тех папок у меня есть еще две вот таких папочки две таких папочки значит ваше воздействие на мой юный организм вылился вот в эти две папочки да вот вопрос последствия последствия для тебя для твоего здоровья вот от этого всего от этих сил и так жестокого обращения избиений ну сразу после освобождения ну не сразу там до после летом когда так сказать я купил с женой но как-то хотелось немножко спрятаться всего из суеции побыть где-то я приобрел путевку в санаторий юности и в минске в общем то мы проходили ну я проходил лечение совместно с супругой хотя она все время это на окрестина бегала пыталась организовать передачи там суете ну сами понимаете ушел муж и не вернулся где что никакой информации там только из правозащитного центра весна там нашла информацию что я арестован все прочее но тем не менее пришлось лечиться значит после последнего этого ареста значит я связался с одним из знакомых с кем вместе служили в армии но военном госпитале работал хирургом сейчас могу произносить потому что уже на пенсии давно он значит провели обследование за мне неутешительное такие заключения что в общем то ну я не медик поэтому могу здесь немножко неправильные термины производить значит травматический артрит разбитые метод хрящевые ткани киста беккера образовалась и разрыв связок мениска кажется так могу ошибиться но этого здесь все есть ребята все есть это это все восстановимое это все я просто не медик это все можно почитать посмотреть вот одно колено вот второе колено значит все эта информация есть с фотографиями с выводами заключениями то есть все это запротоколировано все это и есть у нас залечить а вот покажи на карте сейчас она там снимочек такой классный 1 1 1 это значит долгое время проходилось мне лечиться ну не буду утруждать вас своими долгими лечебными этими врачебными рассказами практически ничего не получилось вылечить отк назовем откровенно во всех поликлиниках все эти прогревания все эти таблетки все эти ампулы все это не помогло все эти уколы в общем то пришлось заменить колени пришлось провести две операции и теперь я как железный дровосек вот эта беленькая это это протезы одна нога и вторая вот направление на операцию вот это все операция все все лечение все отображено здесь с фамилиями с датами где что куда эта операция в общем-то обошлась мне ну как мне нашей семье это порядка 85 тысяч североамериканских долларов поэтому фамилии меленец там и прочие такие они мне близки и дороги поэтому когда сейчас будет происходить определенное событие в республике беларусь я в общем-то хочу их найти и задать вполне конкретные вопросы но не как бандит нет одни их методами оплотни на законном основании задать вопросы на основании чего у меня задерживали на основании чего меня избивали на основании чего меня сделали в общем-то инвалидом потому что я в общем-то 30 40 50 до 80 километров для меня было не самой большой проблемой пробежать потому что служил я нормальных воздушно-десантных войсках и гоняли нас как сивых меринов поэтому когда мне сейчас пройти полтора километра тяжело то я считаю себя инвалидом я считаю что кто-то должен за это ответить тот же судья эйсман который меня просудил тоже врач которая не оказала мне первой помощи все эти свидетели лжесвидетели те же сотрудники и в ивс который фамилия меня тоже тут есть тщательно собирал это это мой список шиндлера я лично хочу с вами ребята поговорить будете вы продавать почки свои будете вы продавать своих свою недвижимость либо еще какие-то способы это уже ваше будет дело но я буду добиваться для того чтобы я как компенсировал свои потери к потери своего здоровья я все эти годы вас не забыл и смею вас уверить и дальше я вас не позабуду тех молодых парней которые сейчас прикрываясь балаклавой бегают по минску тех девочек которые носят берет на бекрень и изображаете супер тоже хочу предупредить девочки на вас тоже собираются такие папочки мальчики ни одна балаклава вас не спасет вы везде радиоактивный след свой оставляйте найдем и зададим вопросы если вы думаете что один я такой больной на всю голову и на ноги да то сейчас уже пол минска таких вы пропустили через зато и репрессивную систему огромное количество людей и они вас тоже не забудут все кому оторвало там пол ноги гранатой кто пулю в живот получил да пусть резиновую но травмы получены и за них нужно будет отвечать вам лично и если вы умеете хоть один пальчиком тыркать в клавиатуру потыркайте на тыркайте вильнюсский омон судьба рижского омона аналогичное подразделение варшавы такие подразделения были беркуты как крысы сейчас скрываются не везде этого ждет и не меньшей мере это будет вам оказана честь присоединиться к этим людям которые половину в бандитах половину в земле половину где-то по сибириам там пытается скрыться поэтому принимайте решение правильное кстати вот сейчас о том что скрываются вот видео твоего задержания да там же вот эти так называемые тихари до которые без формы но почему-то вяжут людей какие-то бандиты казалось бы но сотрудники правоохранительных органов и без масок быть ну на тот момент 10 лет назад то есть все развивалось каком-то своем даже вот когда мы мирные акции проводили в июле они еще форме выходили они в сцепке становились и форме видим майоры подполковники капитаны идут и народ горит там следующая акция ага смотрим уже все уже переоделись уже в гражданке а дальше то есть они как-то ну проводят совещание делают анализы там делают какие-то свои там нынешь не спят просто а вот людей нету мы пошли поспим нет там идет очень дикая работа и поэтому да на тот момент они еще свои лица не скрывали поэтому они были как-то уверены но во первых нас было четверо ребята что нас боятся а сейчас сотни тысяч сейчас уже есть бояться и они не живут на луне не живут наших подъездах их машины куплены в кредит стоят рядом с нашими машинами их жены ходят с нашими жеными в магазины они на лице что мы не знаем в нашем подъезде сколько ментов работает знаем разница например как я уже раньше говорил между гаишникам омоновцам и там каким-нибудь угро да нету они точно так берут палку идут бьют вот как сегодня били витрину начальник уголовного там этого розыска или по борьбе с этим каким-то там суть не в этом то есть они всех измазали кровью поэтому разницы нету сотрудник сотрудник люстрации отвечай виновен отвечай не виновен в сельское хозяйство может ли вот это вот ситуация с масками тем что они все-таки с масками и как мы видим как когда с них срывают маски они прячутся закрываются с чем угодно чтобы их лица только не попали в камеру потому что сейчас все прекрасно понимают что есть технологии файнфейс где можно найти по любому лицу везде где они были все их упоминания и адреса и телефоны и адреса их родственников и в конце концов их дианонимизировать идентифицировать и собственно найти и как бы привлечь какой-то ответственности вот означает ли это по твоему мнению что сейчас они все-таки понимают что совершают преступления и они сознательно скрывают свои лица потому что все-таки боятся наказания которые они думают что но они уже наверно понимать что она скорее всего будет их настигать однозначно они прекрасно это понимают когда я еще служил то нам преподавали со вправо то есть там рассказывали как работает закон и все прочее прочее что можно у них инструкции ой какие там серьезные все расписано как человека задерживать вооружен не вооружен применял спецсредства не применял и все в рапортах это отмечено то есть они четко и конкретно понимают что они совершают преступления другой вопрос для меня открытый что а кто им дал команду фас то есть по всей беларуси одновременно во всех городах с цепи сорвались нелюди и начали рвать все и метасть их подряд превращать в кашу этих этих людей стрелять в людей принять а то есть это спущена команда четкая конкретная команда я служил в армии прямая о чем я говорю было отдано им это и у этого приказа есть номер и снизу стоит подпись должность звание и фамилия я думаю что эта команда отдана лично либо виктором лукашенко либо самим лукашенко без них без их подписи такое не дается и так не делается особенно памяту его замечательно жесточайше я думаю где-то это слово в этом приказе есть жесточайше все пресечь остановить там не жалеть и то что министр внутренних дел там пытается вялым голосом там как-то их оправдать ну я понимаю что в беларуси люди с кавказа никогда не ценились он тут возьмет чемоданы и опять вернется все в горы или в таджикистан если у нас там гвардейцы такие вы куда денетесь ребята они четко понимают что они совершают преступления но почему за квартиру вот как например тот же там этот фамилию не будем он живет в общежитии мвд то есть ему квартиры нету скорее всего предложили либо будешь рвать задницу на этих митингах и докажешь свою лоярность власти и получишь там какую-нибудь однокомнатную квартирку да либо нет либо премии то есть но их купили это сто процентов потому что человека здравой при психикой нормальная не может это делать у меня знаете аналогия такая такая аналогия всплывает сорок третьим годом хатынь на первый взгляд до фашисты приехали загнали людей в сарай и подожгли но если пристально посмотреть на историю то в общем то она пересекается с нашими вот этими событиями а именно ну что немцы сидели сидели потом поехали и начали что-то жечь ну начнем с того что фашисты мы называем общим словом а жгли то в общем то наши советские люди более того офицеры советской армии и войны красной рабочей крестьянской красной армии до немцы которые фашисты к немцы да они стояли в оцеплении откуда взялись вот эти люди которые взяли и сожгли хатынь которые были бывшими советскими гражданами они попали в плен и согласились не умереть от голода например в концлагере надеть повязку полицая и пойти служить в охранный батальон это по моему 118 охранный батальон который размещался в логойске ну чем в альтернативу повесил мосина и пошел там под логойском на мост возле деревни какой-нибудь ну и день продержался ночь потоптался там да никого не стреляешь не убиваешь от сидя но зато ты не умер от голодной и ужасной смерти в концлагере они просто спасали свою жизнь и я ничего кошмарного в этом например не вижу но они думали отсидеться с винтовочкой где-нибудь там на железнодорожном переезде типа охранный батальон но на их беду на их беду из логойска поехал автомобиль история там не буду долго напрягаться короче попадают засаду партизан и убивают одного офицера и четырех там немцев но этот офицер старший лейтенант оказался героем олимпиады 36 года и любимцем гитлера и вот тут у товарищев фашистов немцев резьбу то и сорвало вот тут они и полетели на хатыни почему потому что эта диверсия была произведена недалеко от этой хатыни и вот тут-то подняли вот этот 118 батальон охраны и бросили туда немцы руки не стали пачкать отдали команду фас и вот те ребята которые якобы решили отсидеться в кустах охранным батальоне вот их и заставили под пулеметом в общем-то и жечь своих людей но когда-то уже подписался зашли уже подписался балланды ребята между вами и этими сволочами которые сожгли хатынь грань очень очень тонкая вот им дали команду стрелять а вам еще не дали а завтра вам дадут и вы будете стрелять никакого сомнения нет а вы уже стреляйте вы уже у людей убить уже уже послужил стрелять уже убили это еще подтвердено сколько 6 лучших 6 это да это те копейки конкретно подтвердила пропала без вести сколько там войска десятков или 8 пока не будем апеллировать этими цифрами потому что их можно четко конкретно произносить поэтому у меня между тем старшим лейтенантом который с пулеметом стрелял возле дверей сырая которого они подожгли и этим милинцом и же с ним есть манами и прочим этой шушерой никакой разницы нету вот тем дали стрелять вам пока не дали но дадут дадут у вас уже руки в крови поэтому угол падения как учила моя физичка равный углу отражения ребята не только вы одни служили не только вы умеете держать вспомним и вот очень интересный факт что вся это вот как ты говоришь ораво нелюдей до которая как цепи сорвалась и по команде это только по команде наши они же готовились к этому и многие не один год конечно и готовились за средства собственно белорусов за те налоги которые вы платите и у вас же самое большое в мире количество на мусорном номер один и там там что-то ну мы виду номер один по количеству силовых структур на единицу жителей то есть понимаете то есть у нас армия по моему в три раза меньше министерство обороны чем министерство внутренних дел то есть иными словами внешнего врага мы боимся в три раза меньше чем врага внутреннего то есть лукашенко бросил он прекрасно понимает угроза его золотому унитазу это только народ беларуси никто не литва не россия не польша и там не латвия не украина нападать не собирается понимаете мы только для него являемся угрозой и цель только одна сохранение своего золотого унитаза своего места вариант б что если он тихо мирно проиграет он конечно сяре сесть должен только на нары поэтому он будет цепляться до последнего и ну не хочется произносить но так как человек служивый не совсем до конца понимаю смысл мирных протестов ну я подбираю слова вот кстати да отличный вопрос а вот и когда вот этому милинцу грубо говоря вот он месяц человека да и ты абсолютно обоснованно по всем нормам и как международного права так и я уверен белорусской конституции у вас же есть право на самооборону и статя по моему что 13 и 114 необходимая самооборона и крайне необходимо могу ошибиться в статье слава богу я уже то есть мысл в чем когда при тебе человек совершает явное преступление насильственное против личности непосредственно избивает человека то совершать действия явно выходящие за пределы своих полномочий не говоря о том что в решении там все там все можно если что вообще да не можешь его идентифицировать однозначно как сотрудника правоохранительных органов и даже если бы он и являлся этим сотрудником как выяснилось что он является то он совершает преступление да и то есть ты вот защитил пытаться защитить там себя и соответственно своего товарища от противоправных посягательств и ты в этом случае конечно абсолютно правомерно имел право применить как физическую силу так и ну любые собственно средства достаточные для предотвращения вот этой вот агрессии вот скажи пожалуйста в данный момент когда мы сейчас имеем ситуацию когда уже вот три дня там чуть ли не было бойня на улицах минска да где 7000 человек прошло через окрестина там американку вот эти все тюрьма пыточные там где людей вот именно пытали там яйца им отбивали там уже несколько случаев изнасилований 450 подтвержденных организациях в организации объединенных наций случаев пыток и жестокого обращения это подтвержденных это 7000 заключенных это вот ну в процентах можете посчитать люди как это далеко не каждый обратил не побоялись произнести это вслух но все в рамках беларуси просто физически боятся почему а чтобы не повторить ведь когда меня выпускали у меня приходили то есть не тут уже выпускали когда я сидел вот в октябре то приходили практически каждый день люди в черном ну я их так называю люди в черном то что он практически не представляет что-то буркнет там там лейтенант пупкин там лейтенант лейтенант никто удостоверение показать и все время добивались одного кто вас финансирует какие цели вы перед собой были поставлены кто руководителя откуда приходит информация понимать то есть подпишите документ склоняли к сотрудничеству стать сексотом сексот это не секс это секретный сотрудник то есть понимаешь я на все эти вопросы ну сори мне в свое время очень 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 грунтный человек научил что для того чтобы сотрудники кгб отстали от себя просто с первой фразы посылай их нахуй на все вопросы и отвечал нахуй 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 запикивай другого пути нету если ты пойдешь может быть я подумаю еще сломают а я просто раз два три четыре подпишите нахуй расскажите нахуй а что ли чего они хотели добиться вообще у тебя по сути не банда вы же ничего как мы объединились это сейчас интернет но тогда 10 лет назад это было меньше не было таких телефонов никто не записывал на камеры потому что камер в телефонах еще не так бы были только появлялись понес тогда это только зарождалось плюс к этому мы ну это же моя разовая акция это меня только поймали а сколько не поймали я с сыном тут и привозил там и распространял листовки с младшим сыном там это самое ходил по почтовым ящикам там ну есть у меня фотографии где-то мы с сыном и под лобовые стеклы это значит где-то кто-то шлистовки добывал кто-то их привозил где-то переволочная база была то есть они добивались сдайте информацию кто руководит всю ячейку подпольную которые существуют вас беларуси то есть вы еще тогда пытались распространять народу информацию о том чтобы как можно больше людей проснулось да мы раскачивали эту лодку мы раскачивали общественное мнение мы поднимали народ пытались показать что банда лукашенко это банда лукашенко что с 96 года после изменения в конституции он захватил власть неконституционным путем ни одних выборов после 96 года нельзя признать и никто мировое сообщество не признала то есть мы пытались народ поднять и как-то открыть им глаза что не милиция ни кгб не лукашенко не являются нашими представителями мы пытались как-то вот своими слабыми силами поднять общественное мнение это что я вижу сейчас на улицах все сотни тысяч людей я чувствую что капелька моего труда там лежит и в конце концов народ услышал и до прошло много лет но тем не менее гордость у меня за то что мы с сыновьями стояли но не у стоков было еще раньше конечно много нос были участниками этого сопротивления конечно определенное существует мы старались мы делали и в общем то и будем ну и дальше что это же не значит что я уехал и прекратил и ведем борьбу и в интернете и ездили с митингами протеста и возле здания он в нью-йорке были и в шарлотте и в вашингтоне то есть ну как можем так сражаемся то есть запал не упал всех помним всех любим всем постараемся отдать должное продолжаем бороться чем бы это не закончилось а закончится может только одним нашей победой поэтому будем продолжать итак следующий вопрос принципе многие как россияне так и я думаю и раньше часть белорусов и до сих пор какая-то часть белорусов в принципе живут и активно не участвует ни в какой политической жизни тем более протестной тем более против лукашенко в принципе в мире как бы вот ну не беря вот бывший советский союз ну за исключением некоторых стран конечно в мире когда вот человек президентом он называет там как угодно вот 20 лет у власти там да даже 15 лет у власти а тем более 26 лет у власти это очевидно всем что это диктатор что не может быть один человек столько у власти но по многим причинам потому что общество в своем развитии пришло к мнению что вот больше определенного срока человек не может быть власти потому что у него происходят как психические как бы уже сдвиги до в негативную сторону так и как бы коррупционные сдвиги и в принципе по статистике страна перестает развиваться в принципе любое общество перестает развиваться, когда у тебя есть один какой-то лидер, который долгое время собственно находится у власти, тем более безнаказанно может творить все, что хочет вот, но тем не менее работает во многих диктатурах такой инструмент, как пропаганда, и пропаганда она вот в случае с Белоруссией, она происходит не только внутри самой Белоруссии но и снаружи, то есть на Россию то есть на Россию как бы образ Лукашенко как крепкий хозяйственник как там они говорят, любят говорить там, батькой, что его там называют все и так далее вот, и что там продукты там качественные, хорошие, что там цены дешевые, что там жилье дешевое, и что зарплаты вовремя платят, и что работа есть и что рабочий человек там живет хорошо вот, этот весь образ, и в том числе вот людей, которые живут в Белоруссии, вот они же видят многие же понимают все, наверное, понимают разницу в том, что вот говорят по телевизору и говорят по телевизору в России, в Белоруссии о том, что происходит в Белоруссии и реальным положением дел но, к сожалению, есть большая часть и до этого она была очень большая а сейчас все-таки, ну, очень много людей проснулось, да и, собственно, начало бороться за свое будущее, за будущее своей нации за будущее своей страны и за свои, собственно, права за то, чтобы жить достойно для того, чтобы жить в стране для жизни а не в стране для Лукашенко вот и как вот у тебя произошло вот это осознание? ну, какое-то протестное настроение еще они-то появились еще, наверное, при Советском Союзе потому как история нашей семьи она далеко не простая тогда, ну, во-первых, я был и юн, молод и, соответственно, выводы какие-то делал такие не совсем правильные плюс пропаганда очень сильно давила но когда уже Союз рухнул и когда уже более-менее свободно начали печататься тоже Солженицын когда почитал, ознакомился с Шаламовым и другими ну, классиками назовем так то, конечно, переосознание всех процессов пошло а потом в 92-м году был указ президента вашего Ельцина он у меня здесь есть этот приказ указ и начали рассекречивать архивы ТГБ то нам прислали наша семья получила вот это дело личное дело нашей семьи и выяснилось, что, в общем-то по национальности я украинец хотя всю жизнь считался белорусом ну, большой разницы я моральных не потерпел не поимел, скажем так из этого личного дела с учетными карточками с фамилиями опять же, снизу все фамилии стоят подписи стоят ребята я выяснил, что наша семья это было раскулачено и выслана за Урал и волей судьбы а потом с фамилией Араховский был рожден в городе Воркута такая, знаете северная якутская или кто там коми-коми-пермятская такая традиционная фамилия видимо на этом поэтому когда почитал личное дело когда посмотрел на отпечатки пальцев моего дедушки когда узнал из этого личного дела что у него два побега из Сибири и он все-таки дошел пешком до своей родной деревни где опять был арестован и опять сослан и там четко написано кто написал кто сообщил в НКВД то есть свои соседи нормальные свои родные не французы не немцы не инопланетяне соседи стучали понимаете тогда начинаешь осознавать а что это за государство такое построили что сосед сдает что нужно бежать что составу преступления я в этом деле перечитал там бред сивой кобылы такой же как и в моих делах а именно то вооруженное сопротивление структурам советской власти то укрывание зерна то еще бред сивой кобыл на каждой странице новое обвинение понимаете и когда мой родной отец родился на Урале за Уралом точнее то начинаешь осознавать ну что же такое происходит и потом приходит опять бывший замполит он же Лука он же служил замполитом в армии то есть рабочий рот закрыл рабочее место убрано не командир взвода не ротный не пехотный там это сопка наша сопка ваша нет замполит два раза в неделю понедельник и четверг с 10 до 12 бла-бла-бла рабочее место убрано рот закрыл указку в угол поставил понимаете и вот этот человек опять дорвался тот человек который там заочно закончил горковскую академию заочно он сам рассказывал что за мешок там то есть не мешок а за кабанью ногу там зачеты какие-то сдавал и вот это без ума без фантазии без образования человек начинает рулить страной то мы прекрасно понимаем у меня фирма была в городе Лепель да Ваня Ионов отсюда у меня знание города Лепель у меня фирма в городе Лепель была и наша наша фирма там стояла где-то порядка 20-22 бывших военных пенсионеров пенсионеров бывших военных дивизия танковая ушла военные остались и мы создали фирму чтобы как-то научиться выжидать у меня было несколько месяцев подряд когда фирма из 20 бывших военных пенсионеров платила больше налогов чем весь Лепельский район вместе взятый с заводами колхозами со всеми структурами и с полкомами у меня вопрос ребята а нафига вы нужны все мы когда-то был такое в свое время Петр Генрихович Шикшнян председатель из полкома в банке парились нормальные отношения были нормально он с головой дружил ну был прожженный коммуняк был прожженный так сказать лукашист и он говорит Николаевич говорит зачем ну как 3 года до пенсии зачем мне дергаться дайте досидеть и вот все они дайте досидеть день прожить до ночь продержаться до пенсии дотянуть так вот он мне четко и конкретно говорил так а как а как по-другому по-другому не может быть Ленин на площади стоит я говорю так очень просто дождаться у вас во сколько исполком открывается в 8 я говорю дождаться 10 часов чтобы все-все туда собрались ну кто опоздал кто не дошел подогнать масс с досками и с гвоздями и два ящика гвозди двухсотку быстренько оббежать первый этаж и второй заколотить окна и поджечь это единственный способ избавиться от вас другого пути нет и никаких мест мирных акций не может быть речи коммунизм сидит в мозгах Ленин с вечно протянутой рукой стоит там быв и повторюсь 20 бывших военных платило налогов больше чем район месте взятый какие колхозы зачем они нужны у людей насильственно забрали землю у людей насильственно верните землю людям и будет у нас все поэтому вот это протестное движение как-то и созревало первый мой арест был это же не 2000 год был 99 год и сидел я тогда почти месяц 28 суток из них 7 дней в одиночке и такая одиночка своеобразная это было в Минске на улице Фабрициус недалеко там управление какое-то внутренних дел там ну что-то какое-то управление там большое и при нем и выезд был и изолятор временного содержания была там отдельная камера номер кажется 9 могу ошибиться уже слава богу давно было а чем она интересна была она была характерна тем что она кишела клопами полностью не сидеть не стоять они забирались на потолок и там на тебя ты как теплокровное животное ты для них вызывал это самое они на тебя прыгали вскрыться было невозможно меня там держали неделю съедено было здесь ну сколько куртку я мог держать сколько ремнем шея уши губы ноздри были все объедено клопами неделю там держали туалет два раза в день в шесть утра и в шесть вечера ведро в углу стояло можно так сказать справить нужду большую и малую воды не было вообще были пластиковые бутылки на подоконник тогда еще морды такие были ты ни неба ни земли ничего не видел ты был жестянку перед собой но там как-то движение воздуха происходило и вот меня дернул черт смочить губы хоть как-то боль снять от клопов в этой бутылке с водой лучшей дизентерии в своей жизни я еще не испытывал лучшее средство для похудения просто герболайф отдыхает я два дня просто сидел на этом ведре в камере я был не один ну если еще подробности рассказать но лучше без камеры потому что приятного мало сидельцы могу подсказать будущим зэкам или будущим сидельцам даст Бог только по политике если это будет для того чтобы моча не воняло в ведре туда наливали в воду сначала литр воды и потом в течение дня можно пользоваться так сказать вместо унитаза тогда немножко в камере можно дышать а если без воды то тогда будет выедать глаза вот так воспитывалось так сказать мое протестное желание воевать против этой власти и когда ты понял что история твоей семьи она одна я смотрю чем чем у меня точно так же как у моего деда пришли откатали валиком этим и приложили у меня точно такие отпечатки как у него точно так же поставили к стенке с этой линейки точно так сфотографировали в профиле в анфас понимаете и ничем не отличается я вспоминаю то что я читал и то что со мной происходит ребята вы просто поменяли форму одежды а содержание абсолютно осталось то же самое поэтому следующее когда вот эти были якобы выборы 2000 2006 год и дальше мы смотрим идет голосом я ходил по своей фирме и спрашивал всех персонально кто голосовал за Лукашенко кто голосовал да никто не голосовал фальсификация поэтому я решил как-то бороться и с сыном и мы ходили и старшим и младшим сыном распространяли листовки по почтовым ящикам под лобовое стекло машины раскладывали там общались ну все способы применялись когда появился интернет начали немножко там уже шевелиться ну то есть где-то сначала ну с 96 7 то есть после первого референдума который Лукашенко объявил себя там бессрочно ну то есть бессрочно чуть-чуть позже но когда так сказать расширил все полномочия то в общем-то было понятно что с этой тварью нам придется жить долго и как-то надо бороться потому что сам он не уйдет а как так получилось вот что в 2020 году вот как ты думаешь почему что все-таки стало такой как бы взрывной отправной точкой с чего началось то что как бы ну сотни тысяч людей если не миллионы жители Беларуси проснулись и действительно поняли что они когда-то давно все-таки выбрали какого-то не того человека ну выбрали его то на самом деле один раз только в 1994 году дальше он сам себя рисовал вместе с Ермошиной эти выборы никогда больше его никто не выбирал был процент чуть больше чуть меньше но это уже было самопровозглашенное он никто у нас из нормальных людей адекватных в Беларуси его батька не называет но только он сам себя называет это погонял он придумал сам себе чтобы как-то имидж свой в прессе поддержать и самолюбие потешить не более того почему проснулись великая сила незнания была не было интернета а сейчас интернет у всех сейчас компьютер огромной мощности в кармане существует есть фото видео которые можно снимать тут же обмениваться через мессенджеры с огромным количеством людей тут же какие-то видео снимать и там репортажи вести и обо всем можно сразу тут же рассказывать и тут же выкладывать все это в интернет то есть понимаете уже век другой они еще остались там в 20 веке они думают что репрессиями можно задавить что мы слепые как бывало в 90-е годы ну что кроме телевизора и газет ничего какую картинку поставишь по телевизору такой будет она и сейчас такая идет по белорусскому телевидению все хорошо в Америке там где-то цунами там где-то корабли жгут там где-то афроамериканцы возникают а их там бедненьких берут и бьют а у нас все хорошо у нас урожай созрел надо убрать понимаете а тут когда началась сплошная коммерциализация электроники когда пошло интернет когда вот это люди доступ получили к информации когда мы блогеры получили как тут Тихановский взял камеру поехал просто он ничего гениального не сделал он просто начал снимать как мы живем просто показал посмотрел вокруг да мы живем вот здесь ходим в свой магазин ну да магазинчик у нас хреновый сосед у меня какой-то не такой но где-то вот посмотрите по телевизору где-то в соседнем районе там у них все хорошо а в соседнем вообще все замечательно но у меня не получилось а взял и показал и ребята везде задница везде задница хорошо только у мента может и то они жалуются И то у них там не все хорошо, понимаешь? А все остальное – это жопа. И вот человек погнял. И когда люди начали общаться, перекидываться, особенно эту игру придумали со складыванием бюллетеней, все посмотрели, никто за него не голосовал. Вот это и подняло возмущение людей. Многие же председатели этих комиссий, члены этих комиссий, они же именно потому, что это было настолько явно, что полная урна бюллетеней сложены в гармошку. И вот как после этого можно сказать, что «Да у Лукашенко 90%!» И он проиграл выборы. И кому, как вы говорите, как там пропаганда «Домохозяйка!» Да, 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 там все что угодно. Но люди не столько за нее голосовали, сколько против. Там хоть бутерброд, хоть гамбургер, как один человек сказал, поставь, но все равно против него. Потому что кто бы ни победил, все равно будет нужно переломать всю эту систему полностью от верха до низа. Ни на какие конституционные реформы вместе с Лукашенко идти. Ни в коем случае нельзя. Он преступник. А как говорил у нас, вор должен сидеть в тюрьме. Он должен сидеть в тюрьме, да. Понимаете, все. Это конец фразы, это точка. Он преступник. И на каких новых выборах он не должен участвовать. Ни в каких там этих изменений, реформах он не должен. Он должен сидеть в тюрьме. И других вариантов просто нет. А уже дальше потиху разбираться со всеми этими судьями, со всеми этими милиционерами, КГБшниками. Со всеми этими не спеша надо разбираться. Вышел на пенсию, будь добр, явись и расскажи, за какие ты деньги построил свою эту замечательную дачу или коттеджик. Расскажи, как ты получил эту квартиру. Если ты служебную получил, например, будучи капитаном ОМОНа, значит, видимо, тебе надо ее освободить. Значит, надо, видимо, вернуться, продать имущество, компенсировать ущерб, нанесенный твоей бурной, кипучей деятельности государству и людям персонально, кому-то это сделал. И потом вернуться к исполнению нормальных своих обязанностей без занимания руководящей должности. То есть, в зависимости от того, что ты успел наворотить. Вот, кстати, много раз говорил, вот в пропаганде там везде там говорят, вот, а кто такая Тихановская, вот у нее нет опыта, ни у кого нет опыта. Кто такой Лукашенко, если посмотреть? Кто такой Путин? Это люди, как бы, вот, как сказать, вот по мне, да, и по многим людям, на президента нигде не учатся. Ну, естественно. Нету никаких специальных знаний, навыков университетов, президентов и так далее. Вот я закончил курсы президента, ребята, выбирайте меня, у меня есть образование. Такого нету. Это требование к президенту, это только, чтобы это был порядочный человек. Любой, просто абсолютно любого возьми, порядочный человек. Вот говорят, Лукашенко поднял зарплату, там, Путин поднял пенсии, там, ну, это, конечно, из вакуума, да. А вот взять тебя, вот, человека, который сейчас смотрит нас. Вот, допустим, у нас там сейчас смотрит кто-то там, кто за Путина, там, да, или говорит, а больше некого. Вот ты, ты опустишь пенсии, отменишь пенсии, понизишь зарплаты, вот что ты сделаешь по совести? Нет, конечно. Ну, опять же, пенсии поднимает не он. Да, это... Это деньги наши, он их не зарабатывает. Как будто вот Путин и Лукашенко сиськой своей левой кормят всю страну, да? Нет, это уже не происходит. Нужно просто отходить от этих каких-то доисторических понятий и так далее, вот как я думаю. И вот скажи мне, в связи с этим, ответь на вопрос, во-первых, как, кого ты сейчас считаешь, вот после этих выборов, после вот этих протестов, законно избранным президентом Беларуси, и какое будущее в плане политической и в плане, может быть, реструктурирования системы управления в Беларуси ты видишь? Ой, ну, это очень долгий путь, если ответить на второй вопрос. А если на первый? Ну, это выиграла, очевидно, это Тихановская. Она четко и конкретно сказала, что она не собирается рулить страной, и не будет президентов. Она решила победить Лукашенко, как этого дракона, и провести новые выборы на честных, на нормальных, адекватных началах, чтобы равные права имели все кандидаты, чтобы никого не преследовали, чтобы все встали. У нас в Беларуси, как и в России, в общем-то, довольно много нормальных, адекватных, умных людей, которые вполне в состоянии справиться с этими вопросами. Но путь очень долгий. Лукашенко, к огромному моему сожалению, взрастил армию прикорытников, эти силовые структуры, этих всех непонятных там организаций, которые, блин, питаются из бюджета, но ничего не производят. Ту же пропаганду и прочее, прочее, прочее. Вот это все нужно, конечно, ломать. Быстро это не происходит. Примеры той же Украины видны. Они без боя не будут сдаваться. Тот же Евсеев, генерал, что он снимет погоны из Венеции и пойдет, я не знаю, работать токарем. Он никогда токарем не работал, он не может это работать. Но то, что этих людей нужно убирать от рычагов власти и ограничивать их влияние, а именно законом запрещающим занимать руководящие должности, это однозначно. Но на наше счастье, на наше счастье, мы далеко не первая страна, которая боролась и победила или победит тоталитарную эту систему. Есть опыт центральной Европы, тоже Германии восточной, Польши, Чехии, Словакии, там тоже Румыния, когда вечно отставшая была, там никто ее за страну-то не считал, понимаете. Та же Литва и Латвия показала. Вот в Латвии взяли и пригласили следующего президента вообще с Канады. С латвийскими корнями, да, человек, имея нормальное западное образование, нормальный менталитет, нормальное мышление, не замарав себя нигде перед людьми, прибыл и руководил. Та же Эстония. Почему у нас никогда ни по российскому, ни по белорусскому телевидению ни одного репортажа нет об Эстонии? Как ты считаешь? О Грузии. А почему? А потому что там все хорошо, ребята. Если они покажут, вы зададите вопросы. Ё-моё, а мы-то где? В Эстонии бесплатное образование, медицина, транспорт бесплатный, пенсии какие-то заоблачные, там что-то. Боюсь произнести точно, но что-то порядка около тысячи, двести, полторы тысячи евро, блин. Где наша пенсия, где их, да? Где российские, где их, ребята? А скажите, назовите, а сколько нефти накачала Эстония в этом году? А в прошлом? А сколько надо было алмазов? А сколько она там, я не знаю, чего-то наворотила, да? Но что такое скайп? Это эстонский. Что такие технологии там? Это огромное количество эстонского, понимаешь? Что территориально, экологически, там, я не знаю, и другие, они находятся на широте нас. То есть, ничем они не лучше. Там не на Карибском побережье, где там палку воткнуло, у тебя выросло все по три раза в год. Но если людям дать возможность, то будет все хорошо. Где, я помню прекрасно, как к нам приезжали из Польши и покупали консервы и кильки в томате 33 копейки. Поляки покупали, потому что жрать нечего было в военоположении. Теперь, где Беларусь, где Польша? Где Россия, где Польша? И сколько там президент? Четыре года? Да, но назовите хоть одного президента, который отбыл там больше двух сроков. Там два, по-моему, не каждый это выдерживает. Понимаете? Где мы, а где они? Людям, да, там тоже очень было непросто. Да, 20 лет они шли к более-менее нормальному благосостоянию. Но в Центральной Европе сейчас Польша – это номер один страна. А что нам мешало с нашей экономикой после краха Советского Союза адекватно уйти? Нам мешали вот именно вот эти Лукашенко. Именно вот эти коммуняки, которые Верховный Совет там остался и не провели вовремя реформы. Поэтому после свержения Лукашенко надо жестко, быстро и однозначно проводить эти реформы. Потому что если будем долго думать, как в Украине, ну, будут и Майданы, тогда будет кровь, будет опять какая-то катавасия. Надо всех людей, которые сейчас у власти, просто их убирать от власти. Они не оправдали, они не справились, они не умеют руководить. Ну, мое такое мышление. Ну, вот. Кстати, очень активизировались боты всякие в комментариях. И, наверное, под этим видео тоже будут много ботов. Я надеюсь, потому что я называю конкретные имена, конкретные фамилии, выражаю свое четкое мышление, как я это вижу. И те люди, которые сейчас носят погоны, с зубами поскрипели. И те, которые у власти, тоже начали чесать репу. Я прекрасно понимаю, что это вызовет у них еще более желание ломать нас, крошить, давить. Почему? Им есть что терять. Им есть что терять. Они теряют свою зарплату, свою общагу, свою комнату, свою благополучие, свою пенсию. А нам-то что терять? Мы теряем страну, мы теряем детей, мы теряем наших бабушек, которые благодаря вот этим Евсеевым мы не можем навестить. Поэтому, да, будут боты, я надеюсь на это. Ну, а вот тот путь, который сейчас проходит Беларусь. Вот, скажи, пожалуйста, как получается, что если вот дальше такое будет происходить, именно вот со стороны насилия, со стороны силовиков, да, ближе к теме нашей вернемся, все-таки как ты думаешь, что вот могут ли отвечать белорусы той же монетой силовикам? Однозначно могут. Однозначно могут. Другое дело, что столько было крови пролито в Беларуси. А это что, максимально это надо? Это максимально надо? Что мы их просто не хотим. Мы не то, что мы не умеем. У нас замечательно было 103-я воздушно-десантная дивизия, Марина Горка, Брестская стоит. У нас бойцов пройдено, горячие точки и опыта более чем достаточно. То, что ОМОНовцы научили палкой махать против безоружного, это максимум, что он умеет. Это максимум, что он умеет. Махать палкой на безоружного, который четко знает, что он не ответит, потому что прикрыт законом и другими подзаконными актами. Например, меня учили снимать часового и разговаривать с ним вполне профессионально. Люди, которые прошли Прагу, 350-й пол, конкретно начальник разведки майор Симаков, которые прошли Афганы и все прочее. Ребята, нас носят чили бить безоружных. И людей готовых и умеющих это делать более чем достаточно. Другое дело, что мы, в отличие от ментов и ОМОНовцев и прочей шушеры, мы отдаем себе отчет, что еще не время и не хочется это делать. Но каждого помним, каждого любим, каждого полюбим и зададим. Но если репрессии не остановятся, если, в общем-то, маразм пройдет дальше, то я не вижу, чем мы отличаемся от народа Ичкерии. Я не вижу, чем мы отличаемся от Украины. Мы нормальная боевая нация. Опыта партизанской борьбы более чем достаточная. Все в детстве читали книжки. И Марата Козея почитаем, как нашего героя-партизана-пионера. И нефтепровод у Ренгой-Помара-Ужгород проходит по нашей территории. И китайская дрель с китайской зажигалкой, она тоже работает. И сверлит дырку в любой трубе, которая проходит. И гайки откручиваются у рельсов. Почему-то, в общем-то, не очень сложно. Все это нам известно. И взять учебник наставления по минно-саперному делу или боевой устав вооруженных сил или ВДВ. Ну, ничего у Марата не надо много. На самом деле, это не самое сложное в этой жизни. Самое сложное человеком остаться. И в отличие от этих сволочей мы пока стараемся оставаться людьми. Потому что ни семьи их не живут на планете, ни они сами на другой планете не живут. Но ни одну же семью мента ведь ни в плен не взяли, ни арестовали. В отличие от людей, да? Как арестовывают сына и говорят, если твои родители не прекращают писать эти самые статьи журналистов, да? То, значит, у тебя будут проблемы в этом райотделе. То есть, грубо говоря, его взяли в заложники ребенка, чтобы родители прекратили заниматься антилукашенковской деятельностью. Мы-то пока этого не делаем. Но как долго будет делать, время покажет. То есть, максимально старайтесь мирно. Мирно сменить власть, мирно добиться защиты своих прав. Мирно забрать себе свою страну из лап бандитов, да? Но, как бы, если дальше будет проложаться беспредел в отношении народа, то я думаю, что силовики и все понимают, что это все закончится плохо. Ну, плохо в любом случае. Это будет насилие, насилие всего. Да, я не приветствую, я не призываю ни к насилию, ни к каким-то крайним мерам. Но этот фактор, в общем-то, он в воздухе висит. Однозначно тот же Грозный, например, того же 99-го года. Ну, с чего-то все начиналось. Да очень просто там Ельцин объявил о том, что возьмите столько демократии, сколько можете унести. И народ сказал, да, окей, мы отделяемся. До свидания. Россия, до свидания, понимаете? И что произошло? Штурм Грозного в 99-м. Первая чеченская, потом вторая. И с чем закончилось? Правильно, Россию поставили на колени. И сейчас дань платит Россиюшка этому Рамзанке Дырову. Да, убили огромное количество людей. Но что, Россия победила? Нет, не победила. Что, в Украине победила? Нет, не победила. В Грузии победила? Нет, не победила. Где Грузия, ребята? Где Россия? И Украина выползет. Да, нужно там тоже, как говорил Семен Петлюра, замечательный человек. Не так страшна московская ВОЖ, как украинские гниды. Надо разобраться. Просто действительно, было за эти 20 лет вздрощено огромное количество гнид, как и у нас, собственно. Поэтому это и есть гораздо большая проблема. Но Украина все-таки огромный шаг вперед сделала. Так что никогда она не вернется под крыло России. Ребята, забудьте. Слава Богу. Забудьте. И если российские солдаты иступят на территорию Белоруссии, ну что, опять сынки пойдут по Рязанне, по Тульской губернии, в Сибирь поедут. Вам это надо? Это я обращаюсь к россиянам. У меня огромное количество родственников России. Я всех люблю, уважаю, очень мне нравится. И Нижний Новгород, и тот же Урал, и Сибирь. Огромное количество и друзей там. Но прежде чем просто своего сына отправлять куда-то, подумайте, против кого вы отправляете с Украины уже. Я не знаю, на ближайшие лет 200 вы себе там уже поставили жирный крест, что нормальных отношений не будет. Нужна ли вам еще такая Беларусь? Вот как ты думаешь, силовики поняли ли это, что вот еще чуть-чуть их будут вешать на столбах? Вот три дня они беспределили. Ну вообще, ну я не знаю, что можно было. Можно было только вот народ сжигать еще. Я не знаю. Что еще хуже, там изнасилование, убийство, пытки, да все что угодно там уже было. Взрывы там, стрельба и так далее. И вот когда им стали отвечать уже там несколько случаев коктейли Молотова уже был, да? Там никого, правда, не сожгли, вот. Но они, я думаю, уже поняли и наверху, и вот это Караев у вас, министр МВД, извинялся там что-то там, какие-то пополновения какие-то делал в этом направлении. И ведь перестали же с такой жестокостью все-таки разгонять. И это сотни, сотни тысяч людей, в принципе, они стали меньше опасаться и вышли в итоге на улицы. То есть вот вышли, вы прошли марш, проходит марш, вот сегодня было, и практически каждый день акции протеста проводятся. Да, какие-то локальные там вот остались, вот эти вот, ну, зачистки, так сказать. Но вот такого, как войны, которая была в первые три дня, уже нет. Вот не кажется ли тебе, что они все-таки поняли, что вот еще чуть-чуть и все, и вот. Не, они понимают это, прекрасно понимают. Потому что, понимаешь, вот я опять немножко, если вернуться исторически, вот те же немецкие оккупанты, которые были, они жили в гарнизонах, они жили в отдельных домах, окруженной колючей проволокой с часовыми и все прочее. А эти не живут отдельными гарнизонами, они живут среди нас. Понимаешь, и беда, если она приходит в наш дом, то она придет и в их дом. А почему? А дом один. Дома-то он один на самом деле, понимаешь. Понимаешь, и чтобы, например, поджечь машину, ну, ребята, ну, это полторы секунды дело. И нужно-то 150-200 граммов бензина, бутылку из-под, я не знаю, из-под Кока-Колы вот этой 350, и одна там спичка, все, под лобовое стекло, ну, все. И ни одна пожарная команда не спасет. И ни одна мастерская не восстановит, понимаешь. А машина, как правило, она в кредит. Вот тебя мента уже наказали, как материально. А вот тысяч 10 там. А банка тебя не отпустит, независимо. Есть теплогоны, нету. Ни один банк не просит. Но мы до этого пока не опускаемся. Но не опускаемся, но вы нам ноги ломаете, да. Голову простреливаете, насилуете и прочее. Ну, как долго это будет терпеться, но я не знаю. Просто они тоже это понимают, что каждый будет брошен со своей бедой один на один со своими соседями, со своими друзьями, со своими одноклассниками. Ведь мы одноклассники, что, сейчас обзвонить, и, естественно, мы знаем, кто где служил, кто в ментовку, кто не в ментовку. Какая проблема? Никакой проблемы-то нет. Мы все знаем, этот на хирурга тучился, этот пошел в сторожа, а этот вот в менты подался, понимаешь? Все же знаем. Никто будет не рукопожатный. Ну, да, в лучшем случае, как в той же Польше, в Варшаве, когда мент или там местный ГБшник заходил в кафешку, то все вставали и уходили. Переживи ты морально. Есть же примеры, как таксист, просто не везет мента. Почему? Да потому что ты мент. Да, просто банально. Просто банально, понимаете? Забастовка, да, не спонсируем эту власть. Мусор пришел в магазин хлеба купить. А он говорит, до свидания. Мы не обслуживаем мусоров. Ну, до свидания. Иди в тюрьму, отсиди, выйдешь. Власть сменится. Может быть, да, ты уже отсидишь, ответишь за свои действия. Такая же, в общем-то, тихая забастовка может в отношении их членов семьи быть, понимаешь? Те же учителя уже почувствовали на своей шкуре, так сказать, любовь родителей и учеников за те фальсификации, в которых они участвовали. Да, грамоты, медали. Да, все вернулось, понимаешь? Те же сейчас преподаватели универа тоже будут горячелюбимыми студентами, которые вызывают ОМОН в наши универы. Ну, как можно уважать человека, на который на тебя натравил псат? Ну, как? Ну, я не знаю, это не отмывается. Это не отмывается. Илюстрацию или илюстрацию? Да, только илюстрацию, совершенно верно. Ну что, друзья, вот такой вот у нас был гражданский активист из Беларуси Олег Раховский. Спасибо вам большое, что рассказал его историю, что рассказал, что с ним случилось, что случилось это достаточно давно, и что Лукашенко ксофилению обезумел не вчера. Не вчера. И не в этом году. Вот. Спасибо большое. Будем рады. Я думаю, что Россия следующая. Я надеюсь на это. Да. Россия будет свободна. И, кстати, вот блиц. Сколько Лукашенко осталось? Ох. Ну, пофантазирую. До Нового года. Будем надеяться. Ну что ж, Россия будет свободна, но Беларусь, походу, первая. Будем стремиться. Все. Борейте свои права. Делайте свои страны своими. Да, своими. И они не пройдут. Но посаран. Да, но посаран. Подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк. Обязательно пишите много-много комментариев там внизу под видео. Ну и подписывайтесь на соцсети внизу. Все ссылки в описании. Дорогие друзья, значит, в конце я хотел немножко добавить следующей информации, что в моем рассказе несколько раз позвучали там, может быть, несколько жесткие высказывания в плане там, и с полком, и все прочее. Ни в коем случае не воспринимайте это как призыв к насилию или каким-то резким действием. Это всего лишь фигуральное выражение, как выдавливать из себя коммунистов, как выдавливать из районов вот эту коммунистическую идеологию, которая до сих пор, к сожалению, еще там полным цветом, буйным процветает. В связи с тем, что я считаю, ну не я считаю, а так оно и есть, что господин Лукашенко озверину напился далеко не в 2000-м году, и не в 2010-м, и не в 2006-м, а практически он с этими бредовыми идеями пришел к власти. Поэтому в районах, к сожалению, его поддержали и борются с частной собственностью, и с другими проявлениями демократии как-то очень жестко. Значит, ну, также хочу обратиться, может быть, к юристам, адвокатам, заинтересованным журналистам. Если кого-то тронула, так сказать, моя история, я готов поработать с вами на всех уровнях. Фамилии, документы у меня все готовы. Значит, меня можно будет найти через аккаунт Паши, e-mail, я думаю, внизу можно будет отзывы ставить, и мы свяжемся с вами. Цель только одна, чтобы максимальное количество лиц, которые участвовали в репрессиях и будут, и собираются участвовать, были наказаны. То есть ни один охранник Освенцима не ушел, ни один ОМОНовец не должен уйти точно так же от справедливого наказания современного суда. Не этих продажных судей, которые нас там судят непонятно за что, а именно нормального демократического суд. На основании только закона. Никакого насилия нигде я не призываю, и этого не может быть. Поэтому живи, Беларусь! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ